Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры куколок Лоу! Если еще не подписаны на канал, не забывайте нажать кнопочку и колокольчик. Я знаю, что вы их ждали! Это коробочки Лоу Сюрпрайз 2 серии Презент Сюрпрайз. Как вы помните, первая серия была в квадратных коробочках с изображением куколок и конфетти. Номер второй серии еле заметен в уголочке. Коробка шестигранная. Так как эта серия посвящена знаком Зодиака, то у каждой из 12 кукол он свой. На каждой стороне куколка коллекции и ее интересно рассматривать. Сразу видно, что черная куколка это Скорпион. У нее очки с этим знаком. Очень мило смотрится рак. У нее прическа похожа на клешни рака, а в руках аквариум с маленьким раком. А вот и куколка с моим знаком Зодиака. Это весы. Красивая упаковка с бантиком не требует упаковки для подарка. И очень легкая. Во всей упаковке изображены звезды и созвездия. Открывается необычно. Сверху словно открывается цветок. Внутри свертки с сюрпризами и стеклами. В коробочке с этой куколкой была подсказка. Огонь и стрелочка вверх. Загорелся. Колпачок для праздника, но черный, с красными помпонами. Его нужно аккуратно свернуть, чтобы получилась шапочка. А в этом месте можно заклеить скотчем. Инструкция. Вкладыш с коллекцией. И он очень необычный. Он выполнен в виде круга. И сами куколки тоже расположены по кругу. И форма круга выбрана не случайно, потому что это зодиакальный круг. Имена куколок выбраны тоже не случайно. Эта куколка обозначает знак зодиака Козирог. Имя куколки Дриммер. Мечтательница. Чтобы можно было определить, к какому знаку зодиака вы относитесь, возле каждого знака зодиака написаны даты рождения. Куколку водолей зовут Waterfall. Переводится как водопад. Куколку рыбы зовут Marin Cutie. Она редкая и ее имя переводится как морской. Следующая куколка Овен. Tough Cutie. В переводе жесткий. Куколку тельца зовут Stomps. В переводе топот. Куколка близнецы Flipside. Обратная сторона. Куколка Рак. Клаус. Переводится как клешня. Куколку льва. С львиной шевелюрой. Зовут Rar. Babe. Куколку деву зовут EarthBB. В переводе земной. А вот куколку весы. Unity. Единство. Куколка Скорпион. Stingirl. Переводится как жало или ужалить. И последняя в этом списке куколка. Stargazer. Стрелец. Ее имя переводится как звездочет. Три куколки обозначенные желтыми звездочками являются редкими. И куколка обозначенная розовым сердечком ультраредкой. У меня три голубых свертка и два розовых. В голубом пакетике с бантиком сама куколка. Интересно, кто же мне попался. Необычная бутылочка. На ней написано чайный гриб, ча-ча-ча, перец, специя. Видимо, эта куколка любит что-то остренькое. Очки, похожие на пламя. Костюм с черным пиджаком в блестках. И красной юбкой. На юбке можно сразу разглядеть значок. Знака зодиака. И сразу догадаться, что он принадлежит Овну. Среди свертков лежала еще бирка в форме звезды. С обратной стороны которой можно написать, кому и от кого подарок. Посмотрим, что же в розовых свертках. Темно-серые сапожки с блеском на красной подошве. Похожи на блестящую гирю, тоже со знаком зодиака. И можно заглянуть в пакетик с куколкой. У куколки карие глаза. Черная блестящая челка с белой прядью. Необычная прическа, заплетенная в две косички. А волосы очень яркие и блестящие. Цвета коричневой охры. На малышке черный купальник. Но я решила попробовать и опустить куколку в холодную воду. Ничего не меняется. Так же, как и в теплой. В одежде куколка очень даже симпатичная. В тон ей подходит ее колпачок для праздника. Но примерить этот колпак никак не получится. Очки тоже с блестками. Видно, как они мерцают гирю в ручку. На самом деле она очень легкая. Заглянем во вторую коробочку. В этих коробочках уже не получится ничего хранить. Как в коробочках из первой серии. Точно такая же бирка в форме звезды. Шапочка уже совсем другая. Розовая, с серыми помпонами. И подсказка тоже другая. Флаг и волна. Принимать вещи такими, какие они есть. Очень интересно, у какой куколки это девиз. А в свертках сразу видны очки в очень блестящей оправе. На их линзах нарисовано созвездие. Бутылочка розовая. И как будто в ней лежат еще дольки какого-то фрукта. А тут наоборот. Было три розовых свертка и два голубых. Синий сарафан. На нем нарисовано созвездие. Как будто надеты на полупрозрачную кофточку. Очень маленькие босоножечки. Полупрозрачные розовенькие. С очень маленьким бантиком. Как выглядит аквариум с маленьким раком. На нем серебряная крышечка. А внизу видны водоросли. А значит нет никаких сомнений, что это куколка рак. И в нее очень миленькая прическа. Как я вам уже говорила. Она точно такая же, как на рисунке. А волосы блестящие. Нежно-розового цвета. На голове маленькие два хвостика. У моей куколки один глазик не до конца прокрашен. Но глаза у нее очень необычного серо-серебряного цвета. Очень красивое у нее нижнее белье в черных сердечках. И белые носочки. Тоже с черными сердечками. И по спинке тоже понятно, что это скорее нижнее белье. Она тоже не меняет свой цвет в холодной или теплой воде. Она похожа на маленькую девочку. Но если мы обратим внимание на вкладыш, то она на нем нарисована в сереньком платьице. Очки, мне кажется, ей не очень идут. А вот так смотрится аквариум в ее ручках. А мы можем посмотреть, какая куколка в третьей коробочке. Подсказка у нее точно такая же, как у предыдущей куколки. Головной убор похож на рыбью чешую голубого цвета с розовыми помпонами. Заглянем в ее свертки. Среди сюрпризов голубые туфельки на белой платформе. Книжечка со знаками зодиака. Голубые блестящие очки со знаком рыб. Костюм с голубой кофточкой с блестящим воротником и манжетами. И очень интересного вида штанишки, похожие на рыбью чешую. Внизу раскрешенные, сбоку на них тоже есть знак рыб. Белая кружечка тоже с необычным рисунком, как будто это большая волна и летят брызги. Очередь появляться куколке. Очень у нее красивого оттенка зеленого глаза. Волосы заплетены в косичку. Они русые, но практически золотые. Настолько они блестящие. И две прятки в волосах тоже зеленого оттенка. Купальник на куколке красный, слитный. Такой куколкой становится, если ее опустить в теплую воду. Красный купальник меняет цвет на белый. Появляются чешуйки. Ну что ж, малышки этой серии тоже очень яркие. Сквозь ее штанишки просвечивается красный купальник. В таких очках, мне кажется, надо на пляж. Остается всего две коробочки. Совсем другая подсказка. Солнце в солнцезащитных очках. И облачко, которое дует. Свежий воздух или чистый воздух. Колпачок этой куколки совсем другой. Голубой с волнами и синими помпонами. Ну а что же в ее свертках? Белые блестящие туфли на высоченной голубой платформе. Очки с голубыми стеклами. Блестящая белая оправа. Главная особенность этой куколки шляпка, на которой нарисован знак зодиака. Водолей. Костюм состоит из кофточки с длинным рукавом и юбочки с двумя разрезами. Они блестящие, голубые и тоже с серебряными волнами. Кружочки на кофте тоже знак Водолея. И даже на голубой кружечке знак Водолея и все те же волны. Достаем куколку из пакетика. Ух ты! Прическа у нее, конечно, повторяется, как у многих куколок Лол. Но у нее очень блестящие белые волосы, заплетенные в хвостик с голубой блестящей прядкой. Голубые глазки и блестящий серебряный купальник с голубым поясом и голубой строчкой. По всему личику у нее разбросаны веснушки. Я ее тоже попробовала искупать, но, увы, ее костюм тоже не меняет цвет. Очень нежная куколка, действительно похожая на водопад. В очках у нее слишком серьезный вид. И вот так она изображена на вкладыше. Шапочка хоть и красивая и блестящая, но все равно очень плохо держится и падает. Как обычно это происходит с такими шапками у куколок Лол. Последняя коробочка. И в ней последняя куколка. Попались сразу две бирки. Новая подсказка. Розовая стрелка вниз, цифра 2 и земля. Вниз к земле серый колпачок в крапинку, серо-серебристые помпоны. А в свертках маленькая розовая сумочка с двумя замочками и знаком козерога. Черный блестящий фотоаппарат с фотографией двух куколок-подружек. Серая кружечка тоже со знаком зодиака и блестящей крышечкой. Белый блестящий пиджачок. Внутри серенькая кофточка на молнии. Штанишки серебряные с черными крапинками. На правой штанине нарисовано зодиакальное созвездие. Рядом с кармашком две черные заплатки. Две серые блестящие туфельки. В пакетике куколка, которая представляет знак Козерог. Она очень похожа на куколку Октября из первой серии, но в другом цвете. У нее темно-серые глаза. Серые блестящие волосы, заплетенные в две косы. Сверху две блестящие шишечки из волос. Черные губки, черные брови и под каждым глазиком по черной точечке. Белый купальничек и на трусиках написано Лол. В воде эта куколка цвет не меняет. Хотя по белому купальничку мне казалось, что она должна бы менять цвет. Но в ее глазках видны дырочки, а значит она плачет. Мне кажется, эта куколка самая неяркая из этой серии. Она вся серенькая. На вкладыше ее изобразили с переливающейся прической. Такой яркой, как будто радуга. Но на самом деле этого нет. Из пяти куколок мне попалась только одна редкая куколка. Это рыбы. А вы знаете, кто вы по знаку зодиака? Пишите комментарии и узнаем, какой знак зодиака меня смотрит больше. Для коллекционеров я подписала вес коробочек на вкладыше. Куколка Козирог Бриммер весила 60 грамм. Куколка Водолей Ватерфолл 67 грамм. Куколка Рыбы Мэрин Кьюти 60 грамм. Куколка Овин 64 грамм. Куколка Рак 59 грамм. Мне не попались куколки, которые бы мне больше всего хотелось. Это Весы и Скорпион. И они также являются редкими куколками. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!